Всем привет! С вами народный строитель Андрюха и это новости со стройки. Вот так вот стоит мой домик. На улице достаточно много снега навалило. И я хочу слазить на крышу, посмотреть те заслоны, которые я сделал, остановили ли снег они. Прикрутил пол, уже плотно всё выпилил отверстие для погреба. Такое вот сделал. В планах дальше что? Здесь мне нужно делать перегородки сейчас, как я планировал, под санузел. Здесь будет сбоку санузел, здесь будет гардероб, перегородки. И прежде чем делать перегородки, я всё-таки подумал, что сначала обшить гипсокартоном стены, как я обшивал на дому. И тогда уже перегородки, чтобы мне перегородку ставить гипсокартону, чтобы обрезки не делать здесь, допустим, которые встык будут к этим стенкам. Печку я не топлю сейчас, до минус 15 градусов я не топлю, но пена монтажная очень плохо выходит, потому что в доме где-то плюс 2, плюс 3. И я решил принести сюда обогреватель, чтобы просто ложить пену, чтобы не затапливать печку здесь, просто для того, чтобы согреть пену. Потеряли свои формы, не согнулись, не скрючились. Везде всё это вот аккуратненько, на шурупчиках как было, так и есть. В общем, стык. Вот он, стык очень ровный. Очень чётко везде так сохранена геометрия, как и была изначально. То есть усадки никакой я не вижу. Плюс 2,5 градуса. Поселились мышки. В общем, подхожу я вот сюда и вижу такую картину на полу. Смотрю кусочки пенопласта. Думаю, что это такое, откуда они здесь взялись. Потом начал смотреть. Смотрю, вот здесь лежат кусочки пенопласта. А потом, оп, вон она дырочка. То есть мыши грызут именно пенопласт. Раздвигают его, шевелят именно белый пенопласт. Монтажную пену они не трогают. Она всегда как бы остаётся. А если вот кусочек пенопласта, это я подкладывал под окно. Что вот когда окно выставлял, кусочек пенопласта. И он с той стороны оказался не заделан, ровно как и с этой стороны. Вот. И здесь мышки сделали вот такую вот норку. То есть, когда подкладываем пенопласт, нужно пенопласт, чтобы с той стороны был заделан пеной, и с этой стороны. Ну, то есть, чтобы он не было видимых частей пенопласта. Тогда они его не тронут. Вот я на крыше и, в общем, смотрим Сразу хочу сказать, что ураган был достаточно сильный Несколько дней И я вот вижу остатки снега Вот такие частички маленького снега Это вот здесь-то под Вот такой вот крышей Под профилем И там вот видно, что немножечко снег Лежит Понятно, да? То есть сюда маленько пролетает Так, почему у меня нету здесь Пароизоляции Гидроизоляции вот этой Потому что у меня Это помещение, оно вентилируемое То есть это не утепленное помещение Не утепленный чердак, поэтому здесь Пароизоляции никакой, по сути, не надо Вот какое-то Пятно тоже Немножко снега А, это не снег А, это сахар Сахар из мешка Из этого вот Из мешка Так что, в общем, мои Бесплатные Снегозаградители Работают Я бы сказал так То есть здесь Было бы сейчас Можно было бы Три больших лопаты Выкинуть Таких пластиковых Ну вот Снежка вот здесь-то Немножко есть Вот Это уже снег Немножко Но это не страшно Так что Здесь тоже Все работает Вот Вот снежочек Он, наверное, вот здесь-то проходит Ну, в целом я доволен В целом я доволен Очень даже Как все это работает Вполне нормально По крайней мере, очень дешево В нашем стиле Практически бесплатно Из мешков, которые были И из кордона Которые мне отдали Вместе с мешками цемента Подстелены были Но в целом Как бы порядок Ну все Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем удачи в строительстве Пока-пока